Всем привет! Сегодня я хочу вырастить микрогрин не очень обычным способом. Этот способ я увидела на англоязычном ютубе. И англоязычный ютуб, он вообще идет немножко вперед по сравнению с русскоязычным. И мне очень понравилась идея, и получается, что это видео своего рода некий эксперимент. Эксперимент в подтверждении, либо разоблачении варианта выращивания микрогрина таким способом. Ну и эксперимент, как же его вырастить. Суть заключается в том, что для начала я приготовила семена. Здесь у меня кабачок, здесь редис, здесь горох и здесь у меня салат и укроп. Я их смешала вместе. Также я приготовила бутылки. И в бутылочках я уже сделала отверстие разогретой накаленной цыганской иголкой. И теперь все очень просто. Открываю бутылку, заполняю ее семенами. Здесь горох я поставила в лазу, ну просто, чтобы вода не вытекала. Заливаю отстойной водой немножко. Крышкой закрываю. Получается, промываю и через дырочки лишнюю воду выпускаю. Что-то там остается, но эта влага, она и нужна. Потом вот так распределяю и оставляю. Итак, вот у меня 4 бутылочки замоченных семян. Это день первый. И сейчас я их на сутки отправляю. Просто я взяла новый пакет для мусора. Складываю сюда. На центр, на салфетке я же приблизил. Складываю бутылки просто сюда. Закручу, завяжу и уберу на подоконник. Завтра размотаю, промою, покажу, что там получилось. Это второй день и гороху влаги не хватило. Редиска влажная. Ну и все остальное сейчас освежить надо. Музыка День третий. Я открыла пакет и уже здесь пованивает. Сейчас поближе покажу, как выглядят семена. Видно, что уже кое-где полопались. Вот тут вот росточки кое-где видны. То есть, проклевываются семена. И на удивление очень видно, что набух салат и укроп тоже. Хотя обычно укроп очень долго всходит и плохо. Я точно так же промываю каждую бутылочку. И уже не буду запаковывать пакет. И уже не буду запаковывать пакет, а просто сложу в тазик. Я сложила бутылки вот так вот в тазик и подниму их на холодильник и просто буду поглядывать. Завтра четвертый день сниму, что пока получится. Гороху не хватает, воды постоянно вытекает. А вот эти кабачки, это просто жесть. Это самые вонючие. Они вот просто открываешь, они воняют. Но они очень неплохо набухли. Мне все равно интересно, как дальше будет. И поэтому продолжаю. Четвертый день и уже кое-где видны, хорошо, очень хорошо видны ростки. Но все равно это не то, что было показано на английском ютубе. Там у них прям вообще. Это редис. Вот так выглядит горох. Тоже есть ростки. Но не такие, как на том видео, которое меня сподвигло тоже снять похожее видео. Пятый день очень отличается. То есть, как будто за ночь что-то произошло. Вот так вот пророс редис. Тут горох, конечно, слабенько еще. Уже пророс укроп и салат. И кабачки тоже дали корешки. А теперь те же 5 дней, но только семена прорастали в грунте. Я вообще заметила, что в грунте все прорастает намного лучше. Это редиска. Ну или редис. Это салат. Салат слабенький. И, кстати, салат он очень-очень горький на вкус. Очень горький. Им можно украсить или подать. Ну, наверное, только к рыбе. У него такой пикантный, горький вкус. У редиса вкус, ну прям вот редис. Прям по-настоящему. Да, прямо от редиска. Микрогрин выращенный в грунте. Вот так вот ножницами можно срезать. И украсить любое блюдо. Или просто добавить в салат. Сейчас с пекинской капусты, с квашеной капусты. Просто посыпать мясо и получится красивое украшение. Вот здесь вот у меня еще подсолнечника семена. Но они слабенькие. Как-то их мало. И им надо побольше земли. И я попробую на вкус. Как трава. Никакие. Не несут с собой. Хотя нет, нежные. Нежные и подсолнечником. Пахнут. Вот такой вот мой опыт проращивания микрогрина. В бутылке не получился. Я не знаю, с чем связано. Может быть вода жесткая. Качество воды. Может быть еще что-то. Но именно в грунте успех очень положительный. И также я заметила, что в грунте все прорастает намного лучше. Например, когда лук-сиренку покупаешь. Вот сейчас особенно продается мелкий такой лучок. Бабулечки продают. И я пробовала в опилках в пакете. В туалетной бумаге. Когда в пакет выкладывается туалетная бумага. И вставляется лучок. Но самое лучшее. Лук зеленые стрелки прорастал именно в грунте. Они были сочные, толстенькие, плотные. И не такие горькие. То есть в грунте все прорастает лучше. Земля есть земля. О пользе микрогрина вы наверное знаете. Раз вас заинтересовало такое видео. Ну а помимо пользы есть еще такие функции. Как украшение блюд. Поэтому сейчас вот в преддверии праздника 8 марта. Или Пасхи. Ну или у кого вдруг какие-то дни рождения. Или юбилеи. Вы можете буквально за 4-5 дней до праздника. До накрывания. До того как накрывать стол. Вырастить микрогрин. Которым украсите мясо, салат. И это будет очень красиво. И вкусно и полезно. Очень классно прорастает редис. И он вкусный. И так же красиво выглядит пророщенный горох. У него такие усики. Прям завитушки. Тоже очень красиво. И вкус нежный. Подсолнечник никакой. Салаты же. Все салаты. Какой бы ни был салат. Они горькие. Вот в таком проращивании. Ну и плюс еще. Вот здесь мы вырастили травку для кошки. Иногда подрезаем улиткам. Даем. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Хочешь попробовать? Спасибо. Прям как редис. Ну что ты рот не можешь открыть? На. Прям редиска. Завтра салат сделаю с пекинской капустой и добавлю.